Добрый день, меня зовут Назар, мне посчастливилось трудиться в трех арктических районах Мормском, Эвенебадантайском и Аллаховском. Я вообщем убедился, что коренные жители живут и трудятся в экстремальных условиях, используя технологии тысячелетней давности, что ведет к высокому травматизму и заболеваемости. Единственный шанс на спасение – это близлежащая у Песковой больницы, где есть врач. Удивительным кажется, почему Государственная Дума хочет сократить участковые больницы отдаленных наследков, провести так называемую оптимизацию. Давайте послушаем, что думают северяне по этому поводу. Как видите, на стадах трудятся дети. Это жена знаменитого фишера Сокронова, которому приходилось на оленях транспортировать тяжелых больных из Сокриро, Якутск, преодолевая тысячи километров. К сожалению, не все выживали в этой поездке. Сокращение участковых больниц может привести к таким последствиям, то есть это будет шаг назад. Мария Тимофейн-Дедаева, Этилинар, Эвенка рассказывают, что на севере нет дорог. Действительно, это река Сокриро, которая никогда не загрязает. Здесь очень бурное течение. Легко, как щепку, вносит 20-тонный гусеничный вездеход. А там, где нет реки, есть мягкая леса тундра, изрыто тяжелыми колесами грузовиков, и проехать на скорой помощи невозможно. В этом полностью нет дорог. Люди ходят песком на оленях, конях, а отважные на лодках. Это случай управления вывиха ключа осложненного в участковой больнице села Кустур. Все врачи знают, что если не вправить вывиха первые часы, возникает необратимое повреждение неба. Человек теряет функцию конечностей и становится инвалидом. Стоит отметить, что в ВВН-Батантайском эмоциональном районе в 10-м году было зарегистрировано 700 часов нелетной погоды. То есть в этот период не возможно выбраться больного в оснащенную больницу. Шанс только на участковую больницу, где и есть врач. Поэтому жители ВВН-Батантая обращаются к депутатам Альтумен в Госдуму, просят не закрывать участковую больницу, прислушиваться к их нему мнению. Кроме того, необходимо оснащать районные больницы. В ВВН-Батантайский национальный район место компактного проживания коренных малочисленных народов севера ВВНов. Это единственный район в республике, где нет операционного блока и реанимации. Один час полета на Ми-8 стоит 300 тысяч рублей. Это равноценно стоимости кислородного концентратора. Поэтому стоило бы купить кислородный концентрат вместо затрат на санавиацию. К сожалению, врачи, приехавшие в программе «Земский доктор», пока не научились вырабатывать кислород из ягеля-оленя. Продолжение следует... Продолжение следует...